Об одном из ведущих предприятий областного центра производителей газовых, газоэлектрических и электрических кухонных плит под торговой маркой «Гефест» знает каждая. Вот о том, насколько слаженно и эффективно организована здесь безопасность деятельности, известно немногим. Система управления охраной труда на предприятии внедрена и сертифицирована в 2007 году. За 11 лет работы не было зафиксировано ни одного случая профессиональных заболеваний, а за последние три – ни одного инцидента производственного травматизма. И это при том, что на Брест-газоаппарате и двух дочерпных предприятиях трудится 3,5 тысячи человек. Это обусловлено общей работой всего трудового коллектива, идеологической составляющей на предприятии, контролем за процессом деятельности персонала. Мы вообще считаем, что знание и соблюдение норм и правил по охране труда наряду с соблюдением технологической дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и просто добросовестного отношения к своим должностным обязанностям являются основной частью корпоративной культуры на предприятии. Охрана труда у нас обеспечивается на высшем уровне, выдается форма, постоянно все обслуживается, модельный ряд плит постоянно меняется, люди любят нашу продукцию. Модельный ряд меняется и очень тяжело привыкнуть к новым цифрам, ко всему, ко всему. Очень много всякого нового вводится у нас, стремимся идти в ногу со временем. Для того, чтобы поделиться своими наработками в области охраны труда и позаимствовать нововведения у других организаций, в актовом зале Брест-газоаппарата сегодня собрались работники предприятия, специалисты по труду и социальной защите, представители вертикали власти. Речь шла о многом новшествах в законодательстве, уровне производственного травматизма, основных нарушениях, состоянии промышленной безопасности на предприятиях Бреста. За 9 месяцев текущего года по городу Бресту произошло 22 несчастных случая, в том числе 4 со смертельным исходом. Но хочу констатировать факт, что 70% из этих несчастных случаев произошло именно по личной неосторожности самих работников, несоблюдению элементарных правил безопасности труда. Поэтому наша задача сегодняшнего заседания, это первое, показать на выставке средства индивидуальной защиты по охране труда, и второе, провести пленарное заседание, где субъекты профилактики расскажут о новшествах именно в правовом поле, обменяются опытом и ответят на те вопросы, которые зададут специалисты именно предприятий, которые занимаются охраной труда на предприятии. Система сохранения жизни и здоровья работников на любом предприятии включает в себя правовые, технические, санитарные, профилактические и ряд других мероприятий. Основная задача которых – создание максимально безопасных условий для работы. Однако порой самым эффективным и действенным способом в этой области является творчество. Порядка 80 рисунков, созданных детьми рабочих бред газоаппарата, заставляют задуматься даже взрослого. Воспитывать культуру безопасного поведения нужно с самого юного возраста, и тогда это даст плоды.